Добрый день, уважаемые дамы Хасабада, с вами Константин Белый. Я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос был по печи Казачка. Как быстро у печи Казачка восстанавливается пара генераторов после того, как на нее поддали? Людей засмущали те видео, которые были сняты не очень удачно некоторыми специалистами, которые в принципе не поняли задачу пара генератора и просто-напросто в пара генератор завели шланг и шлангом лили туда воду сколько угодно. Конечно, шлангом пара генератор остудится, потому что такие условия вы у себя в парной создавать не будете. Плюс тому, у нас специально в пара генератор вода идет дозирована через жиклеры, которые находятся в приемнике для воды. Приемник для воды это такая воронка, куда заливается вода, поддача делается. И она дозирована дается в пара генератор. По-другому вы в пара генератор залить в принципе и не можете. Потому что именно задача стояла, чтобы вы получали качественный пар. Качественный пар можно получать, если вы равномерно подаете воду. Плюс тому, что у нас стенки топки наших изделий 2-2,5 мм. И они позволяют очень быстро восстанавливаться, прогреваться от тепла огня, который горит в топке. Топка постоянно раскалена. Почему мы говорим, что через 15-20 минут, как хорошо раскалится топка, можете реально париться с печью казачкой. Вы получите великолепные режимы. Пара генератор восстанавливается практически мгновенно. Это если только задаться задачей, как сделали в видео специалисты, которые пытались проанализировать работу нашего пара генератора. Вот если задаться задачей и пускать туда постоянно воду, но это у них получилось, потому что это они делали на открытой площадке. В помещении вы просто не сможете находиться. Столько пара выдаст вам пара генератора, что вы просто оттуда выскочите. Поэтому парьтесь по нормальному, сколько вам нужно. Сколько тот объем, который запланировано печь, она реально прогреет, пропарит и никаких не будет проблем. Поэтому пара генератора всегда у казачки готов к работе. Восстанавливаться ему практически не нужно, если вы паритесь в нормальном режиме. Если вы не делаете эксперименты, по возможности залить печь. Если вы, конечно, в единицу времени вылите в ведро, то, возможно, вы печь и зальете. Хотя, скорее всего, вода просто бежит по самой печи и даже к пара генератора не достигнет. Ну, мы такой эксперимент не делали. Что будет, если вылить в ведро воды? Ну, возможно, сделаем для того, чтобы, как говорится, успокоить тех людей, которые боятся, что они зальют пара генератора у печи казачки. Не бойтесь, парьтесь с печью казачкой. Она вам выдаст пара столько, сколько вам нужно. Всего вам доброго.